Что, коллеги, время 11.01. Я предлагаю начинать. Добрый день, друзья. В эфире Агротера. Продолжаем обсуждать актуальные вопросы сезонно. Я по-прежнему Станислав Борисов, директор по продажам продуктов экосистемы. После проведенного в ноябре круглого стола мне поступило много вопросов, и за что вам всем большое спасибо. Если сгруппировать эти вопросы, то получаются две ключевые темы. Тема первая – это тренды по СОИ. Что нас ждет с рынком СОИ? Держать или не держать объемы? Как сложится перспектива в 2022 году? Чего нам больше ждать от строительства МЭЗов в Центральном федеральном округе в перспективе 5 лет? И вторая группа вопросов – это наши прогнозы на сезон 2022 года. Какие технологические риски ведут наши специалисты? Прогноз по зимам? Какие сценарии развития событий? И какую стратегию будем подбирать мы и рекомендуем для наших клиентов и наших партнеров? На эти темы я предлагаю поговорить сегодня с экспертами, которых мы пригласили на сегодняшний круглый стол. И по традиции во время представления спикеров я предлагаю каждому коротко ответить на вопрос. Надолго ли СОИ в ЦФО? Первый наш спикер и наш эксперт – это Даниил Хатькор, руководитель отдела отраслевого анализа компании «Агроэкспорт». Даниил, надолго ли СОИ в ЦФО? Всем добрый день, коллеги. Да, вы знаете, я думаю, что учитывая тот интерес, который к ней и к продуктам переработки СОИ есть в России и в мире, а также уровень маржинальности, который она показывает, эта культура с нами надолго. Да, спасибо. Следующий специалист – это ведущий эксперт компании «Кинетек» Гор Манюкян. Гор, надолго ли СОИ в ЦФО? Коллеги, всем добрый день. Ну, здесь, я думаю, цвет очевидный, да, однозначно, потому что культура интересная, культура перспективная, и она входит в перечень один из таких маржинальных культур, поэтому здесь однозначно да. Супер, хорошо, спасибо большое. Вы уже знакомы с нашим экспертом, с экспертом «Агротеры», руководителем отдела агротехнологии Дмитрием Бережновым. Дмитрий, какое ваше мнение? Здравствуйте, коллеги. Я однозначно согласен со спикерами. Да, надолго. И наш эксперт по защите растений, менеджер по развитию продуктов экосистемы компании «Агротеров» Сергей Клыков. Сергей, ваше мнение? Добрый день. Думаю, что да, потому что очень много клиентов сейчас смотрят на переход с многих культур на СОИ за счет своей маржинальности. Хорошо, отлично. Значит, СОИ – наша культура. Значит, более 10 лет назад Агротера сделала выбор. И мы помним те годы, когда практически СОИ никто не выращивал в ЦФО. На нас смотрели достаточно подозрительно, спрашивали, для чего вам это надо. Это здесь не пойдет, это не культура, не для ЦФО. Сегодня мы видим, что объем производства наращивается, с каждым годом растет. Если там несколько лет назад мы видели миллион гектар, да, сегодня уже почти 2 миллиона гектар. Но я помню историю, когда на заре нулевых посевная площадь подсолнечника в России едва достигала 3,5 миллиона гектар. Сегодня этот объем увеличился практически в 2,5 раза. Средняя урожайность на тот момент едва ли достигала 1 тонны с гектара. Сегодня эта урожайность тоже практически удвоена. И мы можем констатировать, что Россия и Украина – лидеры по производству подсолнечника. И, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, все мы сталкиваемся с массой проблем всего обороте. Вот, глядя на эту крупную картинку и, например, подсолнечника, и на те темпы роста, которые есть у нас сегодня по сои, возникает вопрос, Даниил, к вам. Россия, равно как и Украина, и Европа далеко не законодательный мод по сои в мире. Мы об этом постоянно говорим. Ну, несмотря на то, что все-таки темпы роста не есть. Три страны – это Бразилия, Аргентина и США – занимают 80% мирового объема производства. Совершенно очевидно, что рынок сои в России находится под давлением этих стран, а также под давлением экспортных пошлин, которые периодически вводятся. Какие перспективы и тренды сои как товарной культуры, как товарной продукции просматриваются на ближайшие 5 лет? Вот давайте сначала такую крупную картинку возьмем на 5 лет, а потом немножко сузим до ближайшего будущего. Спасибо. Даниил? Да, коллеги, еще раз всем добрый день. Спасибо коллегам из компании Агротера за возможность выступить, поделиться своими соображениями на тему рынка сои. У меня есть несколько слайдов. Давайте я их сейчас запущу, чтобы было чуть понятнее и структурирование моей презентации. Да, Станислав, как вы предложили начать с долгосрочных тенденций. И, соответственно, вот здесь такая несложная матрица, в верхней части которой как раз перечислены долгосрочные тенденции, которые мы видим. В нижней это уже более краткосрочные перспективы до конца сезона, скажем. И, соответственно, если делить на правую и левую часть, то слева это факторы роста, факторы поддержки или бычьи факторы, выражаясь биржевым языком. Тогда как напротив, справа, это факторы снижения давления, возможного негативного влияния на ценовую конъюнктуру, то есть то, что на другой чашу весов. И возвращаясь к долгосрочной перспективе, здесь сразу скажу, что мы сторонники однозначно позитивных взглядов. Потому как мы видим, что в России СОЯ, скажем так, еще получит и получает второе дыхание. Прежде всего это выражается в виде тех инвестиций, которые делают наши крупнейшие игроки, я имею в виду переработчики маслозавода в новые мощности. Да, ни для кого не секрет, что мы ждем сейчас порядка 4-5 крупных проектов ЦФО, в ЦЧР, которые могут создать дополнительный спрос на СОЯ в объеме от 1,5 до 2 миллионов тонн. Здесь важно понимать, что они будут вводиться, скажем так, не все одновременно, да, это будет некий постепенный процесс, да. Вначале мы ожидаем содружества, по последней информации с апреля они должны в первую очередь вводить. Другие площадки, это, наверное, уже перспектива 22-23 сезона, но так или иначе, в ближайшие 2-3 года вот этот объем спроса в стране дополнительно появится однозначно. Однозначно. Несмотря даже на то, что эти площадки планируют быть мультикультурными и работать не только с СОЯ, но и с РАПСом и семечками. Кроме того, мы видим позитивные настроения, скажем так, у нашего регулятора, да, у министерства, которое поддерживает и хочет дальше мотивировать интерес к СОЯ и РАПСу, в том числе через субсидии, которые с этого года введены. Они, возможно, еще пока проживают тестовый, некий тестовый режим, да, возможно, они еще не всем известны, возможно, не все с ними работали, но это мера, которая планируется и в 2022 году, да, поэтому это тоже как один из поводов за СОЯ, да. Россия, в отличие от вот той большой тройки, которую Станислав перечислил, да, Латинской Америки и США, все-таки имеет свою уникальную особенность в том, что мы выращиваем негомого сырье, и это ценится на мировом рынке, это ценится в том числе через понятную премию за негомого происхождения нашего масла, нашего широта, и этот устойчивый спрос на глобальном рынке, естественно, будет расти, он, естественно, никуда не угаснет, вот, поэтому это тоже один из факторов в пользу работы с этой культурой. Ну, и, наконец, мы видим достаточно понятные, да, но, тем не менее, тренды, которые уже сейчас формируются и продолжат работать, да, именно это рост доходов населения после вот этого турбулентного 20-21 годов, чтобы поддерживать рост потребления мяса, как следствие животноводства, как следствие спроса на соевый широт, вот, поэтому доля и сила вот этих факторов роста, да, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе, она выше. На обратный, на второй чашу весов мы отмечаем, какие возможные риски, это риски, да, вот, опять же, той большой тройки, да, тех стран, которые все равно задают тренды в ценовой конъюнктуре, они также будут развивать это направление, и, возможно, мы можем получать некие стрессы для ценовой конъюнктуры, да, в те периоды, когда у них будут какие-то сверхвысокие урожаи, да, но, опять же, это будет происходить не всегда, они уже достаточно интенсивно производят, и вряд ли стоит говорить, что там будут какие-то рекорды по урожайности в ближайшее время, да, то есть это не те страны, которые покажут еще существенный какой-то скачок, в отличие от нас, от России. Да, среди возможных рисков всегда надо иметь в виду не всегда предсказуемое госрегулирование, да, с которым мы столкнулись в последние два года. Сейчас мы живем в парадигме пошлины на экспорт сырья, на экспорт сои. Тем не менее, да, в отличие от подсолнечника, точнее от пошлины на подсолнечное масло, эта мера не так серьезно сказывается на рынке и на маржинальности наших сельхозпроизводителей, но, тем не менее, этот фактор всегда нужно учитывать. Более такой микрофактор, но тем не менее важный, да, это предложение соев на востоке России. Востоком мы называем все, что восточный Урала. Естественно, основной регион – это Дальний Восток в данном случае. Да, мы понимаем, что этот регион профицитный, этот регион работает не только на Китай, но и на нашу европейскую часть, и считаем, что в перспективе долгосрочной поток оттуда может увеличиться. И, конечно, тоже будет определенный баланс вносить, да, и это все равно фактор, так скажем, ну, за увеличение предложения. Вот, и есть проблемы с качеством, всем известны, но это достаточно контролируемый момент, который в том числе интенсивные компании, да, которые долго свои уже работают, я бы сказал, научились решать, да, и это вряд ли, опять же, станет каким-то фундаментальным ограничителем для развития своего рынка. Это что касается долгосрочной перспективы. Переходя к реалиям текущего сезона, я хотел показать наши оценки. Да, наши оценки, это предварительные оценки, да, поскольку еще пока официальных итогов урожая мы не видели, да, это наши оценки агроэкспорта в сравнении с прошлым сезоном. Вот в верхней части мы показываем в разрезе основных макрорегионов производства сои. На правом верхнем графике это более укрупненные два макро-блока, как я уже говорил, запад, она же европейская территория, вплоть до Поволжья и восток от Урала и до Дальнего Востока. Мы видим, что в этот сезон, несмотря на все порой негативные ожидания, оказался еще лучше, чем прошлый. Да, мы почти на 10% приросли. И ключевым, ключевой мыслью, которую здесь хочу отразить, это вот нижняя таблица, да, в которой мы расчетно прикидываем, сколько сои сейчас лежит, не сейчас, а на 1 декабря оставалось в России как у сельхозпроизводителей, так и у маслозаводов, да, то есть здесь нет разграничения между этими двумя, скажем так, субъектами, да, путем вычитания тех объемов, которые известны, да, которые были потреблены через переработку, через экспорт, ну и мы отмечаем такой не самый, понятно, что серьезный поток, но тем не менее, который виден, это вывоз по ЖД на Калининград, да, на завод Содружества. Вот, и мы понимаем, что с учетом импорта, да, импорт здесь идет плюсом, импорт ГМО, который Содружество осуществляет, на 1 декабря у нас было более 4 миллионов тонн, это на 22% больше прошлого года, и важно понимать, что это происходит еще плюс ко всему на фоне экспортной пошлины, да, которую, конечно, наш экспорт довольно серьезно ограничит в этом сезоне. Мы оцениваем порядка 600 тысяч в целом по сезону экспорта, ну и то есть риски, и то есть риски, что китайцам столько не нужно будет по этой цене. Так или иначе, да, это фактор достаточно серьезных запасов, который видят и переработчики, и который на рынок будет давить. И в этой связи вот того сезонного укрепления цен, который обычно происходит, обычно происходило в прошлые сезоны в зимний период, вот в декабре это был фактор, скажем так, этих повышенных закупок в преддверии праздников, потом январь-февраль это такие вот были довольно тягучие месяца такого ограниченного предложения, когда тоже переработчики были вынуждены повышать цену, ну да, и только к пассивной какое-то происходило охлаждение рынка. Вот в этом сезоне мы можем этого не увидеть. Мы можем этого не увидеть именно на фоне высоких запасов. И другого фактора, который отдельно хотел отразить, который достаточно новый для нашего рынка, но тем не менее крайне важный, это соевый шрот, а именно его импорт, а именно импорт ГМО шрота. Как вы знаете, с 2020 года у нас была отменена госрегистрация ГМО линии, в том числе для шрота, и после четырех лет, вот вы видите, с 2016 по 2019 год, это были такие четыре года затишья, когда в Россию возился только белорусский шрот, в основном завода Содружества, ну, что можно было считать, условно говоря, таким одним рынком. То в прошлом сезоне довольно активно пошел аргентинский шрот. В текущем сезоне, вот это в правой части вы видите, что эти темпы беспрецедентны, да, и мы считаем, что за весь сезон нам можно заехать почти полмиллиона, полмиллиона тонн своего шрота. И здесь важно понимать, что сейчас в этом бизнесе участвует не только ОЗК, который начинал его вести как независимый оператор, но и уже к этому подключилось во все Содружество, и подключается Эвка, да, то есть те крупнейшие игроки, которые, собственно, сами производят шрот. Да, и в этом нужно понимать не только некую диверсификацию, да, для них бизнеса, но и тоже попытку такого некого сигнала рынку, да, о том, что текущие цены на сою им не позволяют конкурировать с ГМО-шротом, да. То есть еще раз, вот цепочка какая. ГМО-шрот аргентинский торгуется порядка на 2-4 рубля дешевле, в зависимости от месяца, в зависимости от региона, дешевле нашего отечественного не ГМО. Но наши животноводы абсолютно не заинтересованы, и у нас не сформировалось пока еще, и вряд ли в ближайшей перспективе сформируется премия за не ГМО-происхождение шрота, в отличие от той же Европы, да, где-то там можно достигать 150-200 евро за тонну. И в этой связи наши переработчики просто не могут, то есть вот сейчас эта тенденция очень ярко работает, мы это видим, да, просто мониторяя и общаясь с рынком на еженедельной основе, они не могут конкурировать с аргентинским шротом, и единственный для них выход – это снижать цену на сырья, чтобы через это снизить цену своего не ГМО-шрота, да, и уже более-менее как-то сбалансироваться по цене. В худшем случае, да, это вот пример, я привожу Приморской СОИ, да, в Приморском крае. Данный игрок заявляет о том, что он вынужден сократить переработку, несмотря на достаточно амбициозные планы в начале сезона, в связи с тем, что, опять же, по той же причине, да, цена сырья не позволяет конкурировать. Да, у них есть еще фактор длинного логистического плеча, но, тем не менее, да, не позволяет конкурировать с аргентинским шротом, который доехал уже до Урала. Вот, и вот этот фактор тоже надо принимать во внимание. И сейчас, коллеги, я вернусь на первый слайд, и резюмируя свою мысль, да, о том, что в краткосрочной перспективе вот в эти две группы факторов, которые в нижней части вы видите, да, я проставил условную оценку, можно считать так, это вероятность наступления или сила фактора по пятибалльной шкале, да. И вот в данном случае, в краткосрочной перспективе, мы все-таки считаем, что медвежьих факторов, если не больше, то они сильнее, они сильнее, да. Поэтому нужно достаточно осторожно планировать дальнейшую стратегию до конца сезона, да. Далеко не факт, далеко не факт, что нам стоит ожидать роста. Но всегда есть, как вы знаете, фактор погоды, который может в Латинской Америке сейчас выстрелить, как это бывает, ухудшить перспективу урожая и воздействовать на цену. Всегда есть непредсказуемый Китай, да, как в том сезоне, который налетел на США, скупив там порядка 20 миллионов тонн и создав соответствующее ралли ценовое. Всегда есть курс доллара, который может сыграть в пользу роста цен, да. Это все нужно, конечно, учитывать, следить за этим. Но еще раз резюмирую, да, краткосрочная тенденция скорее в медвежьем тренде. Тогда как долгосрочная здесь позитив. И, конечно же, соя – это, наверное, на сегодняшний день из масличных культур самая перспективная, из таких базовых масличных культур самая перспективная. Да, а с учетом того, какая конъюнктура у нас сложилась на зерне, с учетом пошлин, да, а мы понимаем, что, опять же, эти ограничения с нами, скорее всего, надолго, то, возможно, она будет довольно серьезно конкурировать за интерес уже и с традиционными, с базовыми, с наиболее маржинальными и зерновыми культурами. Спасибо. Спасибо большое, Данил. Здорово. Я просто скажу, вот буквально два слова про агроэкспорт. Просто я думаю, что не все в целом, даже если коллеги знают про нас, да, не все ассоциируют нас с отраслевой аналитикой. Я вот хотел бы сказать, что мы на регулярной основе и занимаемся, да, поэтому, если будет интерес, к нам обращайтесь, контакты ниже. Мы работаем не только с масложировым, но и с основными, зерновым, мясным, молочным рынком. Всегда будем рады поработать с вами. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое, Дагил. Коротенький вопрос от меня. Вот мы сегодня говорим о том, что, да, соя – это корма, это белок. Это белок, который идет в первую очередь на корм животным. Но мы видим в последнее время, много регистрируется сортов, так называемых сортов с белым-желтым рубчиком, которые позиционируют как продовольственное соя. Вот какая судьба дальнейшее развитие продовольственной сои, как в России, так и, может быть, в мире? И какие вот тут, может быть, тренды позитивные есть или пока, может быть, не просматриваются? Коллеги, знаете, ну, здесь хочется провести параллель с также формирующимся трендом в России на альтернативное мясо, да, которое тоже сейчас на слуху получает серьезные инвестиции. Но мое личное мнение, что пока все-таки, наверное, судьба и пищевой сои в том числе, да, оставаться пока нишевой историей, исключительно с точки зрения спроса, да, с точки зрения потребительских предпочтений у нас в стране. Но что касается мирового рынка, там, я думаю, шансов больше найти своего потребителя. И учитывая, что нас, в принципе, уже мы себя зарекомендовали как экспортер кормовых продуктов, да, в целом, я думаю, что нас могут там встретить достаточно хорошо и с теми продуктами, которые мы можем произвести из пищевой сои. Спасибо большое. Спасибо, Даниил. Давайте, коллеги, тогда продолжать. Очень интересная информация. На фоне повышения цен на коммодитис, на товарную продукцию, выросли цены, и мы это с вами видим сейчас, и на удобрения. Следом на семинар, на СТЗР. Мы с вами знаем, что пестицинная, значит, финансовая нагрузка на сою достаточно высокая. И в этой связи я хотел бы задать вопрос Гору. Какие продуктовые, а точнее сказать, пестицидные тренды, Гор, на сою вы отмечаете? Сейчас рынок лихорадит в связи с дефицитом СТЗР. Что, на ваш взгляд, ждать? По каким товарным позициям ожидается дефицит? Вообще, что происходит? Да, Танислав, благодарю за вопрос. Коллеги, всем еще раз добрый день. Прежде чем ответить на данный вопрос, я буквально скажу пару слов о нашей компании. Компания Кинетек является одним из мировых лидеров в маркетинговых исследованиях в сфере сельского хозяйства, а именно специализируется на исследования агроинпутов, то есть это семена, защита растений, удобрения, биологические средства и так далее. То есть все, что касается агроинпутов. То есть фактически, да, вопрос по адресу. Мы видим, во-первых, то, что с одной стороны мы видим рост цен на СССР, но с другой стороны мы видим интерес к инвестициям в сою. И скорее я бы сказал, что второе превышает даже первое. Ну, чуть позже я вам покажу конкретный анализ, который мы проводим по сою. Буквально хотелось бы отметить, что все-таки Россия среди европейских стран является самым крупным производителем сои. На втором месте до нами идет Украина. Но мы здесь рассматриваем, скажем, страны Европы и Россию мы относим к европейскому региону. Фактически здесь представлены страны, это страны преимущественно не ГМО-сои. Хотя вот в Украине мы видим интересный тренд, что все-таки рынок поворачивается в сторону ГМО. Например, сейчас почти пятая часть площадей сои в Украине уже представлена ГМО-сои. С другой стороны, если мы смотрим в Азию, то здесь некий такой, можно сказать, столбом стоят такой анклав стран, таких как Китай, где тоже возделывание ГМО-сои запрещено на законодательном уровне. Однако понятно, что там Китай в основном импортирует ГМО-сои. Ну и Индия, где тоже все-таки преимущественно не ГМО-сои, хотя мы знаем, что на последние особенно несколько лет были такие сильные скандалы, как их называют, ГМО-скандалы. Там хозяйство, ну, выявлялись ситуации, когда хозяйство сейли, покупали семена с черного рынка, там это тоже распространено в Индии, но это особая ситуация. Но преимущественно, конечно, не ГМО. Среди европейских стран Россия все-таки лидирует, у нас, естественно, не ГМО-направление. И если мы смотрим на динамику того, как развивается вообще, в принципе, интерес к СОИ, за последние семь лет, одно дело, когда мы говорим про цены на средства защиты России, просто вот именно на сами препараты, цены за последний период, особенно за 10 лет, они выросли примерно почти в два раза. Но если мы особо посмотрим на то, как развивается интерес к инвестиции, в частности, повышение интенсивности работы с культурой, то рост составил более чем в три раза. То есть цены растут медленнее, чем инвестиции в производство. Это мы не говорим с точки зрения и средства защиты растений, конечно же, здесь и относится к одобрениям, тоже однозначно применим такой тренд. СОИ – интересная культура, она, несмотря даже на такой рост инвестиций, она даже, наоборот, лучше выглядит, повышается маржинальность, повышается качество и урожайность культуры, естественно. Но есть свои особенности. В среднем на текущий момент российские фермы вкладывают примерно 6,5-7 тысяч рублей на гектар, именно на средства защиты растений. Конечно, есть и некие негативные стороны, но, так скажем, не то, что негативные, а не в полной мере развитые стороны. В частности, СОИ по-прежнему – это преимущественно гербицидная культура. Россия, между прочим, если мы сравниваем Россию и наших ближайших соседей, то по применению гербицидам, по интенсивности гербицидных обработок мы очень близки к странам нашим, даже европейским партнерам, потому что культура очень активно развивается. Мы видели этот тренд, насколько резко выросло именно интерес к интенсивной работе СОИ. Здесь, в первую очередь, гербицида. Соответственно, мы видим, что все площади СОИ практически обрабатываются гербицидами. В среднем за сезон проводятся две гербицидные обработки и применяются три препарата. Есть развитые применения баковых смесей, чуть позже об этом мы поговорим. И по данному показателю, между прочим, мы очень близки, как я говорил, к нашим европейским коллегам. Фактически это одна из тех немногих культур, где в каком-то определенном сегменте продуктов мы по интенсивности практически не уступаем европейским аграриям. То есть это именно гербициды. Конечно, есть герб. Это фунгициды, это инсектициды. Но фунгициды, это, конечно, связано именно с разделением… Если смотреть фунгицидные обработки, то, конечно, тут нужно смотреть и регионы. Например, то, что в центре, в Центральном Черноземье, в последнее время достаточно сухая, засушливая, жаркая погода, то это тормозит развитие, с одной стороны, болезней. И, естественно, фермеры менее смотрят на фунгицидные обработки. Но на Дальнем Востоке, конечно же, пока что это большой герб, и там та площадь, которая покрывается фунгицидами, она не такая значительная. То есть фактически там климат другой, и там, с одной стороны, есть потребность, и есть потенциал роста, в том числе наращивания качества и урожайных самокультур, за счет именно применения, в том числе, более широкого спектра продуктов. Глобально, если смотреть, среди технологий за последние годы особо много не изменилось. На последние годы имею в виду 3-4 года. Конечно же, если смотреть более ретроспективно, очень далеко, мы видим как раз рост интенсивности работы с культурой и рост инвестиций. В частности, развивается такой сегмент продуктов, как бентозон. Он вообще является лидером продукта, содержащая бентозон, является самыми популярными продуктами в России на текущий момент. Если уже смотреть технологически, то именно баковая смесь бентозон и тифенсульфурол метила, содержащих препаратов, эта баковая смесь гербицидов является просто, скажем, самым бестселлером на российском рынке. То есть это то, наиболее распространенно применяется именно во многих хозяйствах. Ну, также последние несколько лет, последние 3 года, в частности, растет интерес к гербицидам на основе клетодима и галоксифопон пометил. Но, скажем, рост пока не такой быстрый и интенсивный. Все-таки вот, скажем, бентозон и тифенсульфурол метил, они стоят такими особняком в защите СОИ. Конечно, если мы говорим про ближайшую перспективу, с чем мы столкнемся в 2022 году и в, скажем, более отдаленной перспективе, ну, здесь, конечно, мы говорим про Россию в 2022 году. Все-таки погодные условия, они не внушат оптимизм. И по предварительным данным, которые дают наши метеорологи, пока что говорят о том, что лето 2022 года тоже вполне может быть таким же, как и предыдущие годы. То есть это может быть достаточно заслушливым. И вначале уже наш коллега говорил об этом, Станислав об этом проговорил, вот о том, что есть как раз проблемы с климатическими условиями. И фактически здесь мы можем говорить, что все будет зависеть от того, как, конечно, будет развиваться именно климат летом, когда особенно большая нагрузка идет на обработки, именно на работу с культурой, самый интенсивный период. Поэтому здесь, с другой стороны, можем сразу же рассматривать, будет ли развиваться, например, фунгициды. Если это будет, опять же, засушливое, мало будет осадков, будет жаркое лето, то понятно, что интерес к применению фунгицидов, например, в частности, для профилактических обработок, то он будет минимальный. С другой стороны, мы видим такие факторы, серьезные факторы, которые скажутся на ближайшей перспективе. Это цены на агрохимические продукты, ну, в том, что удобрение уже говорилось, а также цены на средства защиты растений. Здесь понятно, что Россия является очень зависимой от поставок китайских действующих веществ. То есть это все-таки преимущественно большая часть всех продуктов, которые есть на российском рынке. Она поставляется в виде действующих веществ из Китая. Соответственно, здесь уже производятся, здесь уже производятся сами продукты. Конечно, например, по нашей оценке, мы видим рост цен на торже, например, бентазон, примерно полтора, чуть больше, чем полтора раза. Вот это ноябрь к ноябрю, мы последний раз оценивали, ноябрь 2021 года, к ноябрю 2020 года. То есть, соответственно, цены даже в декабре еще выросли. Кроме этого, например, клетодин подорожал более чем в два раза, галаксифопа метил, он тоже подорожал примерно в полтора, чуть меньше, чем в два раза. Соответственно, понятно, что вот этот огромный прирост цен на действующие вещества, он напрямую, конечно, не будет отражен в продуктах, однако уже сейчас идет активный сезон закупок в хозяйствах, и вы уже видите, насколько меняются условия, насколько меняются прайс-листы, в принципе, условия поставок. Сезон будет именно сложный с точки зрения маржинальности. Тут все будет зависеть именно на соотношение цен, как будут развиваться цены, но однозначно агроимпуты подорожают. И кроме того, если мы берем не только агрохимию, но, с другой стороны, и, скажем, более технические, импуты такие, как ГСМ, запасные части для обслуживания техники, то, в частности, в следующем году цены на топливо могут вырасти до 10%, примерно с 1 января 2022 года акцизы на топливо подорожают, вырастут на 4%. Соответственно, вот с такими условиями мы входим в новый сезон. Но есть, конечно, и проблемы у нас доступны. Среди защиты растений все-таки Россия очень зависят от, как я говорил, китайских действующих веществ. Но здесь есть проблема не только, скажем, краткосрочного периода, но и более долгосрочного. В Китае, кроме того, что были перебои с поставками, вызваны там пандемии, ограничениями, другими логистическими проблемами, там не столько пандемии, были логистические проблемы, но глобально Китай движется в сторону экологизации. И здесь уже, наверное, мы можем перейти к более долгосрочным трендам. Все-таки такая экологизация в Китае, политика голубого неба, которая там сейчас действует, и эти экологические инициативы правительства, они, конечно, приводят к сокращению количества производителей действующих веществ. Естественно, конкуренция. Именно здесь мы говорим, что конкуренция со стороны только покупателей уже. Каждый хочет приобрести и затариться как можно больше и как можно раньше, потому что, соответственно, мы видим повышенный спрос, сокращение предложений и, естественно, такие колоссальные цены на действующие вещества. Если мы говорим про такую более далекую перспективу, то в 2021 году, под урожай 2022 года, то, что мы не очень сильно ощутили, это рост цен на пассивный материал, потому что все-таки основные обработки сои, они проходили в условиях еще в предыдущих ценовых реалиях, то есть, как правило, хозяйство, которое возделало и мультиплицирует пассивный материал, они приобретали эти средства защиты растений, удобрения еще до, скажем, того активного роста цен. Поэтому, конечно, цены вырастут и на пассивный материал, но это не должно быть так, не стажится настолько сильно на 20, вот именно в 2022 году. Сильнее всего, конечно, будет прирост стоимости пассивного материала под урожай 2023 года, это будет более критично, потому что сейчас начинаются покупки, рассматривают технологии и, соответственно, все разрабатывают для возделывания в 2022 году, этот пассивный материал пойдет в продажу уже осенью 2022 года, и, соответственно, фермеры уже будут покупать их для следующего сезона. Там уже, конечно, будет виден тот эффект роста агроинпутов. Цены на семена он чуть-чуть затормаживает, более медленно растут, чем все основные агроинпуты. Кроме того, торговые войны, с одной стороны, они могут оказывать положительный эффект и для России, и для дальневосточной сои, ну, как это было, например, в 2020 году, когда из-за политики Соединенных Штатов Китай активно искал поставщиков сои, в том числе переключился на Бразилию. Были увеличены закупки сои из, соответственно, с Дальнего Востока, но, понятно, здесь есть и ограничения, все-таки наши мощности, они не удовлетворяют, конечно, потребности Китая, естественно, но какой-то потенциал, какую-то в эту сторону тоже можно обращать внимание. С другой стороны, мы видим, и если мы уже говорим про, много говорили про негмо, сою, да, что есть проблемы, давайте посмотрим на гмоусую. В первую очередь, гмоусую обрабатывается глифосатами, и, естественно, в сезон может производиться от пяти до семи глифосатных обработок, глифосатные обработки очень интенсивные на гмоусую, и цены на глифосаты начали расти еще с 2020 года, то есть там уже фермеры защутили на себе рост цен на глифосат еще до, скажем, ситуации до осени 2021 года, еще с начала 2020 года. И этот рост продолжится, кроме того, есть проблемы и с поставками глифосата, в частности, это опять связано с Китаем. Соответственно, фермеры смотрят на сою уже более осторожно, в частности, американские, и бразильские, и аргентинские фермеры. В США сейчас есть другой тренд, с которым еще пока не столкнулся Бразилия и Аргентина, это устойчивость к глифосатам, то есть появление резистентных видов сорно-растительности, которые устойчиво уже становятся к глифосату. Как боролись раньше, там ГМО более давно выращивается, более длительный срок. В Бразилии и вообще в Южной Америке пока еще так сильно нет выраженного резистентности, потому что там относительно недавно рынки перешли на ГМО. А вот в США это уже полным цвет, полным ходом идет проблема и появляется все больше и больше таких видов резистентных сорняков. Фермеры применяют либо увеличивают количество обработок, вводят 7 обработок глифосатами, в некоторых случаях фермеры переходят на более дорогие препараты на основе глифосината. Соответственно, здесь стоит вопрос маржинальности, если в целом уже опять же по сравнению с ценами, если цены будут достаточно на фоне особенно ожиданий роста урожая и в Южной Америке и в США, если цены будут довольно низкими, то для фермеров раздел не сои становится менее-менее привлекательным. Хотя когда-то, когда ГМО только начали вводиться, это был бум маржинальности на сою. Поэтому, коллеги, вот такие тренды мы ожидаем в следующем году в дальней перспективе. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Гор, очень интересно. Ну вот буквально недавно был на вебинаре США, мы, наверное, в США фермеры рассказывали про свой опыт и кто-то делился и две, и три обработки фунгицидные делают. Да, у нас, наверное, еще нет полноценной одной обработки в России. Если взять на всю площадь, мы применяем гораздо-гораздо меньше фунгицидов. По вегетации это, конечно, тоже один из заграничивающих факторов получения урожайности. На сегодняшний день средняя урожайность в мире 25 центнеров с гектара, 25-28 центнеров с гектара. Некоторые страны, это флагманы, научились выращивать сою со средней урожайностью. Годовой 35-38 центнеров с гектара. Россия, да, мы пока где-то в районе там 15-16, максимум 17 центнеров средняя по стране. Следовательно, нам еще есть куда расти, есть куда стремиться, есть что интенсифицировать. Давайте поговорим о погоде. Конечно, прогноз погоды это дело неблагодарное. После прошлого круглого стола, на котором я рассказал о критически низких запасах грунтовых вод, немножко коснулся таких явлений, как ильиния, ланиния, и все же меня попросили немного развить эту тему, и мы провели небольшое тоже исследование с нашими аналитиками. Сейчас покажу, что у нас в итоге получилось. Значит, ну, наверное, глубоко вас с этими явлениями знакомить не надо. Ильинию это повышение температуры поверхности моря в центральной и восточной части Тихого океана, ланиния это наоборот понижение и, как правило, ланиния сопровождается еще сильными лосатыми ветрами, которые регулируют перенос тепла на более западную часть. Значит, если мы посмотрим, возьмем два самых ярких года засух в Российской Федерации, это был 1998 год, вот средняя погода карта развития событий, да, и 2010 год, более, наверное, ярче развивались события, и попробуем посмотреть на осцилляции Эльнинию и Ланинья, ну, давайте, наверное, посмотрим на вот эти два периода, вот он, 1997-1998 год, да, что мы здесь видим на графике, резкий, резкий, резкий перепад с Эльнинию на Ланинья, прям вот этот перепад, пока здесь на вот этой осцилляции не видно, когда, в какой период проходил, поэтому мы посмотрели более глубже, и давайте посмотрим следующий период, 10-й год, вот тоже произошло, да, здесь вот стронг-высокий, стронг-высокий, то есть с высокого на высокий, резкий перепад с одного явления на другое явление, когда же он, вот сколько времени понадобилось для того, чтобы вот эта вот, эта смена отразилась на тех событиях, которые произошли у нас, значит, мы сравнили вот красные зоны, да, и красные зоны как раз стронг-эль-ниньо, синие зоны это стронг-ланиньо, значит, и мы видим, что в 1997-1998 году смена произошла буквально за один месяц, буквально за один месяц с плюс 0,5 сократилось до минус 0,8, следующий этап от засуха 2010 года, значит, за два периода апрель и май произошла резкая смена двух вот этих явлений, значит, соответственно, это каким-то образом, видимо, на нас отразилось. Что у нас по текущему году? По текущему году вообще близко нет развития вот этих вот событий, то есть мы видим, что далеко в 2019 году закончил, закончилась льния, и где-то начиная с 20-го года, с августа месяца 20-го года у нас началось явление льния, и оно продолжается, небольшое тут произошло падение, но опять оно пошло на второй рог, то есть мы видим вот такой двухрогатый как бы график, и скорее всего пока будет тренд опускания его вниз. Следовательно, льния будет оказывать явление, явление льния будет оказывать свое влияние на страны Южной Америки, скорее всего, с высокой степенью вероятности, но насколько они будут серьезными продолжительными, пока сказать не можем. Ну, я вот так вот немного задержу, чтобы вы зафиксировали, запись у нас вебинара нашего будет, чтобы вы зафиксировали и посмотрели ссылки, по которым мы проводили эти исследования. Какие погодные тренды сегодня, о каких погодных трендах сегодня ковырят синоптики? Первое, это зима в Центральном Федеральном округе и на Волге временами будет холодной, холоднее обычного, и весна может быть ветреная, местами сильно ветреная, особенно ветра будут повышены в степных районах или в регионах с возвышенностями, что приведет к быстрой потере влаги. Конечно, это коллеги прогнозы, и мы, никто из нас не знает, как сложится зима, мы можем только смотреть на то, что уже произошло, те события, которые уже произошли, да, и через парадигму этих событий мы можем как-то что-то предвидеть, предсказать или хотя бы к чему-то подготовиться. А в этой связи я хотел бы задать вопрос Дмитрию. Дмитрий, как обстоят дела на полях Агротеры, что со зимами, что мы ждем в весенний период, ну и как выстроить стратегию агрофических мероприятий весной, с учетом тех прогнозов, которые у нас есть, с учетом того, что я сейчас озвучил, какие вероятности у нас есть быстрой потери влаги, как вот вы смотрите на это, как производство и РНД. Да, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Ну, начнем с озимых, на данный момент в полях с ними все нормально, растения, посеянные в оптимальные сроки, получили достаточно неплохое развитие относительно этого года, это от трех листьев до начала кущения, поздние же сроки сева, конечно же, чуть-чуть в худшей фазе развития, но тем не менее, все получили достаточно дружные всходы. На данный момент уже и так понятно, что если зима будет благоприятной и будет иметься у нас на полях достаточно хороший снежный покров, то со зимами все будет в порядке. Однако, никто из нас не может стопроцентно предсказать, каковой же будет зима. Сейчас мы точно знаем, что пасмурная погода в ноябре и декабре сделала, так скажем, нам улучшила запас влаги в почве, но при этом ухудшила закалку озимых растений. Для закалки озимых хорошо, когда днем температура колеблется от плюс 10 до плюс 12 градусов по Цельсию, а ночью от нуля до минус 2. Как мы все с вами знаем, закалка проходит в конце осени на протяжении 20-24 дней и делится она на две фазы. Первая фаза протекает 10-15 суток. В эту фазу прекращается рост, замедляется дыхание, но при этом продолжается фотосинтез. Растения работают на запас питательных веществ. Если эта фаза прошла оптимально, то к концу ее в узлах впущения уже накапливается от 20 до 25 процентов сахаров. Вторая же фаза происходит, когда у нас уже на улице температура от минус 1 до минус 5 градусов. Длится она чуть-чуть меньше, 10-12 дней. Здесь усиливается гидролиз, растения обезвоживаются, так как вода становится химически связанной, и нерастворимые белки и углеводы начинают переходить в сахара и, так скажем, доступные аминокислоты, что, собственно, и обеспечивает зимостойкость. В период перезимовки все мы с вами знаем, что особенно важна температура почвы на уровне залегания узла опущения. Оптимальной глубиной его залегания является 2,5-3 сантиметра. И все наши практически среднеморозостойкие сорта выдерживают заморозки на этой глубине озимой пшеницы от минус 14 до минус 18 градусов. Что же стоит сейчас сказать, что на основании вот этого мы однозначно можем еще раз сделать вывод, что если зима будет снежной, то все у нас будет в порядке. Но есть критический фактор. Все мы знаем, что морозостойкость ослабевает у нас к весне, и вот эти оттепели весенние могут также сказаться неблагополучно, и для растений может стать уже губительная температура от минус 10 до 12 градусов. Что частично у нас 21 по зимой пшениц, когда худо-бедно, но и реализация пшеницы с осени у нас прошла. В непонятной также фазе развития роста она у нас ушла в зиму, но мы с этим уже сталкивались с 2015 на 2016 год. А вот как раз эти весенние оттепели у нас ту пшеницу, которая еще была живая, очень сильно изредили. Сейчас же в большинстве регионов уже выпал снег где-то на промерзшую почву, где-то не промерзшую, может быть, где-то еще и не выпал. В принципе, за нашу обувь скажу, что выпал, и мы более-менее подошли готовыми к этим морозам на неделе, так как мы знаем, что каждый сантиметр почвы у нас греет на 3-4 сантиметра, а каждый сантиметр снега на 0-5 градусов. Но никто не будет уверенным, и все мы уже с этим сталкивались, что этот снег может не долежать до весны, и уже скорейшие оттепели его могут, так скажем, растопить, и следующую волну холодов мы можем встретить как раз-таки с полями без снега. Ну, что ж, на данный момент мы видим ситуацию более-менее неплохой, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий, впереди еще у нас будут отборы монолитов, и мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации, чтобы предсказать прогноз немного наперед. Это, коллеги, что касается озимых. Вот сейчас хотелось бы сказать по заслушливой весне и по тому, что говорил Станислав, но перед этим я хотел бы кое-что показать. Коллеги, вот, так скажем, у меня здесь два слайда, два графика, анализ количества осадков за 2021 год, слева мы его видим, и анализ количества осадков в среднем с 2008 по 2021 год. Давайте посмотрим на левый график, мы здесь четко видим, что основные осадки, как и говорилось, выпадали на январь, февраль, может быть, немного и апрель. Все же основные критические периоды по влагопотреблению у яровых культур, как раз таки у нас остались в немножко обделенной зоне по осадкам, мы это видим как и по 2021 году, так и по среднему многолетию. Здесь у нас идет четкое снижение, и мы здесь ощущаем дефицит влаги, который, естественно, сказывается на нашем урожае. Что же касается среднем многолетних данных, то она составила у нас 501 миллиметр. Это нам такую-то среднем многолетнюю позволили выявить, так скажем, 2012, 2016, 2017, 2018 годы, которые были у нас достаточно влажными. Все мы помним переход с 2015 на 2016 год, когда также у нас не было всходов озимок культур, но и реализация она прошла, и за счет влажной и теплой весны мы получили на тот год, можно сказать, рекордные урожаи. В последние же три года, как мы видим, 2019, 2020, 2021, являлись, конечно же, более или менее одинаковыми по осадкам. 2021 год еще, конечно же, не закончился, но я думаю, что больших изменений по осадкам, так как здесь по ЦФО выведен график, ничего не изменится. Но, тем не менее, давайте посмотрим на биологические особенности сои. Начнем с требованием температуры. Семена сои начинают прирастать при температуре от плюс 7 до плюс 8 градусов по Цельсию, но медленно. Для роста и развития нормальным для сои считается температура плюс 25 градусов. Сходы переносят кратковременные заморозки до минус 3. Сумма активных температур за вегетацию у раннеспевых и скороспевых сортов колеблется от 1600 до 2200 градусов. Позднеспелые от 2200 до 3400 градусов. Наибольшую потребность в тепле соя испытывает в фазе цветения, завязывания и формирования бобок. По требованиям к влаге соя высокотребовательная культура. Только вдумайтесь, семена при прорастании поглощают от 120 до 150 влаги процентов к массе своего сухого семени. Общий расход воды за вегетацию у сои колеблется от 3 до 5500 метров кубических гектаров. Транспирационный коэффициент у сои в принципе варьирует от 400 до 1000, но для основных наших сортов нашей зоны он где-то является 600-700 единиц. Это практически в два раза выше, чем у той же озимой пшеницы. До цветения переносит соя недостаток влаги сравнительно легко. Почвенную засуху соя переносит хуже, чем воздушную. Критический период у сои в плане влаги это цветение и налив бомбов. По требованиям к свету соя является светолюбивой культурой короткого дня, не любит загущенных посевов. Сорта южного происхождения при продвижении на север, как мы говорили уже на прошлом вебинаре, удлиняет свой вегетационный период. Конечно, видя вот эти слайды по осадкам возникает невольное желание, что у нас есть риски, как же возделать сою, но мы не можем влиять на погоду, и как говорил наш великий ученый, один из моих любимых ученых Иван Владимирович Мичурин, мы не можем ждать милостыни от природы, взять их у нее наша задача. Так давайте посмотрим, что мы с вами можем сделать. А прежде всего мы можем начать с правильной обработки почвы, так как это эффективный способ повышения не только плодородия путем повышения агрофизических и агрохимических и биологических свойств почвы, но и увеличения и сохранения почвенной влаги. Борьба за запасы влаги у нас начинается на самом деле не с раннего весеннего оборонования, как мы привыкли все с вами думать, а непосредственно после уборочного улучшения предшественника. Сразу по мере освобождения поля после предшественника необходимо произвести его улучшение в этот же день либо на следующее, дабы разрушить капилляры и сохранить запасы влаги, а также измельчить и заделать растительные остатки в почву, спровоцировать рост падалицы и предшествующих культур и сорняков. В зависимости от технологии может применяться однократно либо двукратное улучшение совместно с гербицидом сплошного действия. Следующий наш основополагающий фактор это основная обработка почвы. как бы мы никуда не денемся ее, важно выполнить вовремя и качественно. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что с осени необходимо выровнять поля. Что нам это даст? Это нам даст возможность весной излишне не заглублять наши рабочие органы и не терять драгоценную влагу. Весной же первым агрономическим приемом, который должен быть выполнен, все вы это знаете, является ранневесеннее оборонование. Главной задачей которого является сохранение влаги путем разрушения капилляров верхнего слоя почвы. Закрывать влагу необходимо, когда гребни уже посерели, либо рукой проведя по почве по выравниванию, мы видим, что она у нас не машется. И, соответственно, нужно выходить на закрытие влаги. Промедление недопустимо. Выровняли влагу, закрыли ее, теперь ждем предпоседная культивация. За сушливую весну заглубление предпоседного культиватора равняется преступлению. Культивация должна помочь нам выровнять почву, сделать хорошее предпоседное ложе, уничтожить сорняки, но все это возможно лишь при правильном ее проведении на глубину села. Еще очень важный агрономический прием, недорогой в своем использовании это является прикатывание посевов. Оно достаточно просто выполняется, но многие про него почему-то забывают. И давайте рассмотрим его плюсы. Первое, его положительный эффект, это оно улучшает контакт семян с почвой, соответственно, способствует более дружным сходам, повышает капиллярность почвы, и влага у нас подтягивается с нижнейших горизонтов. И также способствует закрытию влаги после прохода селки. Еще очень важный момент, то, что копьями мы разбиваем те комочки почвы, которые мешают у нас сходом, либо же мешают работе почвенного гербицита. Вот возникает тот вопрос, он логичный, стоит ли применять почвенник в засушливую весну. Конечно же, если верхний свой почву у нас уже пересох, и мы даже несмотря на все вот эти агрономические операции в верхней свой почву все равно исушим, конечно, применять его ради галочки нет смысла. Здесь необходимо сосредоточиться на фолиарных гербицидах и уже ориентироваться не на фазу роста и развития сои, а на фазу развития сорняка и возможно производить их дробление доз. Ну, об этом подробнее расскажет вам мой коллега Сергей Квыков чуть позже. А я бы хотел завершить свое выступление словами нашего великого ученого Терентия Семеновича Мальцева. Опыты всегда на два порядка дешевле потерь от безумной работы по шаблону. Шаблон сельскому хозяйству у нас недопустим, поэтому не бойтесь, экспериментируйте, и все у вас будет хорошо. Желаю всем хороших выражений. На данном моменте у меня все. Если будут у вас вопросы, мы на них с удовольствием ответим. Да, и вот очень хорошо, что про опыты. Смотрите, коллеги, я рассказывал вам о том, что был на вебинаре, на американском очень интересном вебинаре, вебинар по СОИ. Вот фермеры мелкие, они закладывали опыты. Как раз в подтверждение твоих слов сами опытным путем выходили на цифры, на те значения выносимых удобрений и элементов питания, и вот такая интересная таблица получилась. Она, конечно, требует особого подхода до рассмотрения, но что интересно, да, то, на что сейчас они смотрят. Они не смотрят на просто внесение, например, азотов, осфора, калия и так далее, да, они смотрят на то, какому органу и в какой момент эти элементы питания нужны и когда они нужны. Опытным путем за пять лет выращивания сои, то есть они разные варианты пробовали, испытывали, сравнивали и вышли на какие-то цифры. Это как раз такой маленький анонс будущего нашего вебинара. Ну, а сегодня следующая тема это средозащит растений и мы понимаем, что соя, она не терпит конкуренции и первый конкурент для сои это она сама. Соя сама себе конкурент, когда мы неправильно, например, выставляем нормы высева, либо у нас идут неравномерные всходы. То есть те растения, которые у нас отстают, они угнетаются более взрослыми и старшими растениями. И о нормах высева и этих параметрах мы тоже поговорим на наших последующих вебинарах. Но вторая группа конкурентов это сорняки. И здесь я бы обратил ваше внимание на C4 растения, на C4 вида сорняков. В первую очередь это свинорой, куриная проса, это гумай, сыть, щерица, марь, лебеда. Вот эти группы растений, они способны наиболее эффективнее, гораздо чем соя, а соя это C3 растения. Используют углекислый газ и соответственно в каких-то критических условиях, в экстремальных условиях для сои они способны больше наращивать вегетативные массы. Тогда, когда соя останавливается в развитии при тех или иных условиях, например, засуху или еще что-то, или понижение температуры, эти растения продолжают наращивать массу, вегетировать, соответственно перерастают сою и с переросшими сорняками бороться достаточно сложно. И я считаю, что против названных видов, и это надо более глубже изучать, какие-то четыре виды встречаются конкретно в ваших севооборотах, уже и выстраивать соответственно подход, детальный подход к защите от этих видов сорняков. сейчас я хотел бы вопрос задать Сергею. Сергей, вот мы много говорили о каких-то прогнозах по дефициту влаги, скорее всего, если дефицит сложится, то у нас будет очень мало времени на оперативный сев, потому что нам надо ухватить влагу, но влаги может не хватить для эффективной работы почвенников. Мы в начале текущего года много говорили о схемах защиты СОИ и рассматривали каждую эффективность каждой схемы, поэтому я думаю сегодня нет смысла глубоко погружаться в эти схемы, а давайте лучше поговорим о стратегии. Вот, Сергей, расскажите, пожалуйста, какие стратегии могут быть при дефиците влаги? Смотрите, применение почвенника это идеальные условия, которые могут быть и правильно его использовать, но опять же, как мы говорили уже, то, что дефицит влаги будет, и в этих условиях нам обязательно надо не допустить конкуренции СОИ с сорняками, так как СОИ не переносит этой конкуренции, значительно снижает свой урожай, в отличие от того, если мы будем использовать какие-то более жесткие, так сказать, схемы применения герпицидов, СОИ как бы это переносит лучше, чем конкуренцию с сорняками, и в идеальных условиях, конечно, если достаточно влаги, все-таки будет, мы будем применять почвенники, опять же, правильнее применять почвенники двух видов, то есть это и те, которые действуют на мере системы проростков, и те, которые действуют на фотосинтез, они будут дополнять друг друга и помогать в работе. Когда правильно применять почвенники? Наверное, уже многие видели этот слайд, обязательно должна быть флага, почвенник не будет действовать, если он не свяжется с флагой. Если мы посмотрим на первую две картинки, то есть первая картинка это неэффективная, когда мы берем горсть земли в руку, сжимаем ее, она рассыпается, влаги недостаточно, почвенник работать, скорее всего, не будет. Но второй картинке более оптимальные условия. Также необходимо хорошая выровненность поля, избегать большой конковатости и большого количества остатков пожневных на поле, то есть сделать более оптимальную обработку почвы. Что в агротере у нас применяется по стандарту? По стандартному сценарию применение почвенников идет культивация, затем посев, потом применение почвенного гербицида, а далее идет у нас заделка. В агротере немного изменили эту схему, и сначала у нас идет культивация, далее идет посев, потом прикатывание почвы и потом обработка почвенником. Это сделано для чего? Во многих комках остается немного влаги, прикатывание подтягивает влагу с нижних слоев почвы, то есть это помогает действовать почвенникам более эффективно. Также можно поговорить про фолиарные гербициды. Фолиарные гербициды делятся на три группы. Это гербициды, влияющие на фотосинтез, в основном это контактные гербициды, кроме кламазона. Гербициды, влияющие на синтез нуклеиновых кислот, это сульфанил, мочевина и имидзолиноны. Также есть граминициды, это галаксифоб, квизолофоб, клитодим, их много, все в принципе работают неплохо. Что мы, какую стратегию выбрать на год будущий? Если будет влаги достаточно, то это стандартная схема почвенного гербицида плюс фолиарный гербицид. Опять же, надо смотреть по фазам развития сорняков, не по фазам развития сои. Можно ждать первого тройчатого листа и в это время большинство сорняков перерастут и с ними бороться намного сложнее. Если же у нас сложится недостаток влаги, то наверное целесообразнее, многие так думают, что необходимо сделать двойную фолиарную обработку. Потому что от почвенных гербицидов эффекта практически не будет. Поэтому мы смотрим на фазы развития сорняков и работаем уже по сои, более по ранним фазам, не дожидаясь первого тройчатого листа, а именно по фазам развития сорняков. Желательно применять, естественно, меньшие дозы для того, чтобы не допустить угнетение сои. Что мы можем предложить, какие варианты есть? Первую обработку можно произвести препаратами на основе бентазона и тифинс ульфурона. Тут наверное все-таки лучше не добавлять ПАФ, дабы опять не допустить именно стресса для сои. На второй обработке можно уже доработать либо чистым бентазоном, либо чистым тифинс ульфуроном. Опять же, надо смотреть то, что будет в поле. Еще один вариант это первая обработка будет чистым бентазоном, а во вторую обработку мы можем добавить полтора литра бентазона и полную дозу тифинс ульфурона с применением ПАФ, либо же два литра бентазона и один литр имзамоксом. Еще один вариант это тифинс ульфурон, минимальная доза, чтобы не сделать стресс, и далее бентазон с пламазоном, вот эта схема будет более эффективна против падалицы подсолнечника за счет пламазона, если падалица еще и клиарфилд будет, то и тифинс ульфурон поможет. И последняя схема это 6 грамм опять же тифинс ульфурона на начальных стадиях развития и применяем вторую обработку бентазон и фомисофен, два контакта препарата, плюс фомисофен, так же как и амазон, сделает более пролонгированное действие и поможет защитить сою на более поздних этапах. Фомисофеном честно не работал, у Станислава наверное есть опыт работы с этим. коллеги, давайте я немного добавлю. Спасибо большое, Сергей. Смотрите, какая философия данной схемы. Она может показаться немного странной, потому что как мы привыкли все, и мы всегда говорим о том, что почвенник это хороший страховой такой, мы страхуем от будущего массового роста сорняков, и от будущего увеличения нормы расхода гербицидов, если мы вдруг не внесли почвенники и дожидаемся первого троечечного листа к этому моменту. Как я сказал, особенно C4 растения, они могут перерасти и бороться с ним будет сложнее. Следовательно, надо будет увеличить норму расхода продуктов. Иногда бывает, что прибегает к двум обработкам. Как я уже сказал, в Америке там иногда делают три фолиарные обработки гербицидами. Почему? Потому что они очень внимательно смотрят как раз таки на вот эти C4 растения. Потому что не дать сою возможность сформировать вегетативную массу, она формируется не только за счет основных элементов питания азотфосфоркалий, она формируется в первую очередь за счет фотосинтеза, за счет углерода, который поступает и преобразуется в сахара, в строительный материал, в целлюлозу. То есть это скелет растения, не будет скелета и незачем будет основных элементов питания. Следовательно, здесь мы не должны никакой дать возможности сорняку конкурировать с растениями. Следовательно, если мы на самых ранних стадиях развития сои и на ранних развития сорняков можем минимальными дозами либо баковых смесей, либо отдельно препаратов бентазонный тип инсульфурон быстро снять вот эту волну, как я говорю, иногда коврика, ковра сорняков. Дальше у нас это будет похоже на недалекое неглубокое действие почвенников. Основная философия применения почвенников это пролонгированный эффект. Это максимально отложить срок появления сорняков. Поэтому по сою идеальнее всего в почвенник, конечно, добавлять кламазон. Но если такой возможности нет, не хватает влаги, то приходится дочищать вот эту ситуацию в период вегетации. И здесь вот эта предложенная схема как раз дает возможность два раза подойти в два этапа подойти к этим обработкам. Если в первый этап мы применяем АЛС-блокаторы, это тифинсульфуроны и медозалиноны и так далее, то во вторую обработку желательно их уже не добавлять. Потому что мы все-таки медозалиноны они достаточно пролонгированы в действии. И даже если соя никаким образом не проявляет в себе фитотоксичность, в любом случае она есть, в любом случае растение оно борется и пытается метаболизировать гербицид. Поэтому если в первом случае мы используем тифинсульфурон, там и мазомокс и так далее, то во вторую обработку желательно использовать все-таки контактную защиту. И здесь немного есть небольшое отклонение, когда мы говорим, что мы добавляем в четвертой обработке бентозон и кламазон. Но кламазон он не является АЛС-блокатором, он работает совсем иначе, он хоть и системный, но он усиливает действие бентозона за счет того, что и тот, и другой работает против систему фотосинтеза. Такая же идет история и по бентозону с фомисофеном. Мало того, что в Америке фомисофен применяется активно как почвенный гербицид с нормой расхода в стандартной классической 250 грамм на литр, в стандартной классической концентрации его 2 литра используют как почвенник. Он работает очень похоже и по луку, и по сою, но работает очень похоже с оксифлюорфеном, с препаратами на основе оксифлюорфена. Поэтому философия такая, если мы в первую обработку используем контактную защиту, то во вторую в принципе мы можем усилить ее АЛС-блокаторами. Если мы в первую обработку, понимая состав сорняков, понимая, что мы одним бентозоном не справимся, либо его надо увеличить норму расхода, мы лучше даем меньше бентозон, усиливаем его тифенсульфуроном. Вот в первую обработку, чего бы я точно не рекомендовал, это добавлять и мазомокс, потому что он более жестче будет работать по совсем ранним стадиям развития сои. Лучше все-таки его добавлять во вторую обработку. То есть вот такое идет чередование контактной системной защиты от сорняков. Хорошо, Сергей. Да, еще один ключевой момент по поводу обработок. Обработки должны проводиться максимально в оптимальные сроки. То есть мы смотрим за температурой, мы смотрим за осадками, и если до обработок было большое выпадение осадков и почвы влажные, то лучше отложить обработку, так как может образоваться поглощение препарата корнями культуры и будет высокая фитотоксичность. За условием тоже необходимо следить. И что хотелось бы сказать, что с этого года в экосистеме появилось направление пестицидов возникла эта идея из-за того, что многие покупают, фермеры у нас покупают семена, и потом приезжаешь и защиту они делают неправильную, получается заросшие поля, и бывает такое, что отказываются от дальнейшего возделанной сои, со словами у нас не получается. С этого года у нас идет комплекс, как семена, так и защита, плюс агросопровождение полное. Мы хотим помочь фермерам выращивать хорошую сою, получать высокий урожай. В принципе, у меня все. Спасибо большое, Сергей. Мы немножко опять вырвали за график, и у нас есть время на ответы на вопросы. Давайте сразу пойдем по тем вопросам, которые заданы в чате. Добрый день. Какой географической точке относятся данные по осадкам? Они относятся нашим географическим расположением наших производственных подразделений. Это от Пензы до Курска. Это мы берем среднее количество осадков по зоне, где находятся подразделения Агротеры. Вот. Сейчас мы этой точке данных наши пункты, федеральные пункты метеоэтих наблюдений, по-моему, да, Дмитрий, откуда вы берете эти данные? Но я секунду только скажу, что в будущем мы сейчас ставим свои метеоточки и будем более четко и точно понимать, что происходит на наших полях, кстати, на полях фермеров, которые с нами граничит. Дмитрий, у нас эти данные мы берем из Росгидерного Центра, да? Да, да, с их данных. Хорошо. Вопросы так. Окей. На основании данных по осадкам, распределению, какова вилка, прогнозируем. Вы знаете, что пока видим мы? То, что пока видим мы. Мы не говорим, что это может быть, так будет, так не будет. Я не зря показал вот эти вот антипики Ланинья, да, и то, что мы сейчас находимся на два нижних рога вот этих вот. Пока мы находимся в парадигме прошедших двух-трех лет. То есть пока мы находимся в дефиците осадков, следовательно, основная стратегия, которую будем использовать мы, это работа с весенней продуктивной влагой. Да, и здесь очень сложно, вот опять-таки возвращаясь к вебинару, потому что он на меня такое впечатление неизгладимое оказал, они сеют сою очень рано. Они сеют настолько рано, что они не боятся температуры 8-10 градусов. То есть они не дожидаются прогрева 12. Они работают очень рано, потому что у них тоже та же проблема есть, те же дефициты влаги. И то, над чем они работают сразу, это поймать влагу, быстро посеять, ничего, сою переносит до минус 3 градусов. У нас, конечно, более континентальный, наверное, климат, чем в Америке. И здесь есть риски в отдельных зонах, особенно по возвратным холодам, по заморозкам. Тем не менее, ну, вот, нельзя не поклониться опыту, да, молодцы, они вот работают, они уже настолько все вот это вот, ну, то есть не боятся вот тех экспериментов, что сейчас приходит к тому, что, наверное, поздний посев сои, это не самое лучшее решение для них. Наверное, вернее, да, все правильно, поздний. Наверное, и нам тоже надо посмотреть на оптимальные сроки посева и их сузить. То есть вот та стратегия, о которой говорил и Дмитрий, и Сергей, это первое, это сузить, сузить сроки посева, поймать весеннюю продуктивную влагу и максимально ее использовать. И в дальнейшем с помощью точечных вот этих вот защитных мероприятий, двух, а может быть, я не знаю, трех, сложно сказать, все это надо щупать. Пока мы говорим о двух, и опыт есть про две фолярные обработки, да, если вдруг мы не поймали весеннюю влагу, не поймали в нужном количестве. То есть для прорастания семей не хватит, а вот для работы почвенников эффективно не хватит. И здесь еще, наверное, надо сказать о том, что почвенники разные бывают. Почвенники почвенником рознь. Тот же самый кламазон, это почвенник с пролонгированным эффектом. Выпал дождь, он действует. Дождя нет, он не действует. Но с другой стороны, выпал дождь, и сорняки сходят, да. То есть вот тут момент тоже с ним такой интересный. С хлороацетамидами этого, к сожалению, не происходит. Они практически не восстанавливаются только в самый короткий период. Восстановятся, если все-таки прошло много времени, неделя, все, это невосстановимые как бы потери. То есть если они сработали и не сумели сомкнуться с почвенной влагой, то дальше это уже не работает. Вот. И здесь это тоже риски. С одной стороны. С другой стороны, были опыты в моей практике, когда кламазон применяли 0,8,1, все хорошо, но мы понимаем, что в ЦФО опасно, потому что сои по сои по сои, и мы в прошлый раз об этом говорили, сеет мало кто. По какой причине? По причине того, что идет накопление бактериоза. Да, и сейчас мы отдали очень много материала для того, чтобы посмотреть, что происходит вообще у нас на полях, накапливаем ли мы, и если будут интересные данные, обязательно с ними к вам вернемся, расскажем, посмотрим, что происходит вообще у нас в ЦФО с бактериозами сои. Проблема серьезно интересная, и над ней надо работать. Самое главное, самое страшное, то, что сделать с этим мало что можно. Нужны препараты, нужны продукты. Поэтому, Дарья, на ваш вопрос отвечаю, что все методом как бы вот ощупывания. Очень сложно заранее знать, когда выпадут дожди, чтобы предсказать и построить стратегию так, как нужно. Поэтому вся она сегодня направлена на сохранение весенней продуктивной влаги и на ее максимально эффективно использование. Начинается сохранение весенней продуктивной влаги, скажу вам сразу, с лучшей стерни. То есть, надо вспоминать, надо проводить, потому что лучение стерни, основная обработка, и дополнительно мы еще выравниваем с осени. И вот в этих, вот на этих полях больше сохраняется весенней влаги, нежели если вот мы просто формально подойдем либо не пашем, либо ковыряем, извините, да, либо просто вспашем и все, и оставим это на следующий год. Были еще вопросы обязательно, так, применение гербицидов, насколько это экономически обосновано. Смотрите, когда мы говорим про двукратное применение гербицидов и насколько это экономически обосновано, мы не говорим, что в полных нормах. Мы говорим, что это дробное применение гербицидов, то есть мы не льем сразу максимальные дозы, мы говорим, что максимальная доза, например, бентазона тифинсульфурона 2,5 плюс 0,0,0,8, да, там 8 грамм. Вот, это очень много, и лить на ранних стадиях развития, это, ну, мы присадим здорово сою. И опять, это действие продлится очень короткий период. Почвенного действия ни у бентазона, ни у тифинсульфурона нет. То есть мы снимаем только вот тот ковер, который образовался прям с небольшим-небольшим заделом. Вот. Следовательно, мы дробим эти нормы, и они примерно выходят в то же самое, в то же самое экономическое пространство. Валерий, добрый день, спасибо за вопрос. Как Кламазон контролирует подсолнчик? Смотрите, дело в том, что устойчивость, она очень узкоспециализированная, она устойчива к ЛС-блокаторам. Кламазон – это все-таки ингибитор каротиноидов, это совсем из другого класса препарат, и он совершенно нормально, хорошо контролирует, причем мы смотрели в разных как бы апостасях, если Кламазон применяем там 0,6-0,8, он способен даже контролировать сходы подсолнечника, если примерно равномерно сходит с соей. Если же подсолнечник сходит позже, то это фолярная обработка не менее 0,4-0,5 Кламазона и 1,6-1,8 бентозона. Эта норма способна убрать подсолнечник на ранних стадиях развития. Если подсолнечник вырос в колено, конечно, это будет сделать сложнее. Его покрутит, повертит, он встанет, там побелеет, потом отойдет, не всегда отходит, иногда отходит, иногда нет. но мы видим, что угнетение идет, в отличие от того, что если бы мы, например, применили какую-то максимальную дозу Мазомокса, его бы тоже там покрутило, повертело, но он бы продолжал расти, сопротивляться, возможно, он бы не осеменился, но когда растет и потребляет и сопротивляется, к тому же, он потребляет большее количество элементов питания для... это попытка выжить как-то. Вопрос о семенах. Какое количество сортов в обоими, в производстве и каких групп спелости в процентовке? У нас соя разбросана по всем подразделениям Агротеры. То есть мы стараемся в каждом подразделении, особенно если это подразделение занимается еще и семеноводством, то есть специализировано на семеноводстве, мы стараемся не... то есть очень сильно ограничивать в количестве сортов. Как правило, мы используем обязательно три-четыре сорта из разных групп спелости. Обязательно используем ультра-ранний спелый сорт, с него мы начинаем уборку и заканчиваем там более позднеспелыми сортами. Ну, то есть это классический подход, ничего тут особенного нет. Те сорта, которые мы продаем, те сорта мы используем. Философия нашего бизнеса, нашего как бы производственного опыта заключается в том, что мы продаем только то, что мы используем на своих площадках. Мы то, что мы не использовали, не исследовали, не знаем, как это работает, не знаем, как это... как с этим работать, мы стараемся никому не рекомендовать. Вот, если вам интересно более какие-то детальные как бы ответы по сортам, мы готовы там индивидуально подойти к вам. И вот пока, Валерий, вы еще здесь, кроме кламазона, еще работает фомисофен хорошо с падалицей подсолнечника. Фомисофен он контактный. Чисто бентозон справляется с падалицей подсолнечника с нормой расхода 3,5,4. Это для сои просто крах, просто крах. Ну, это очень... Сой не перенесет. Да, мы говорим, что раньше когда-то, может быть, на сои была зарегистрирована норма 4, сейчас уже больше мы склоняемся к трем. Три это уже много, иногда мы видим последействие такое на сои ожигающее, хотя это и контактное последействие, оно восстановимо, и нет таких сильных как бы последствий, как вот АЛС-блокаторов. Да, но вот как бы в чистом виде бентозон нет. Но кламазон, но, вернее, фомисофен с бентозоном очень интересно работает, и опять-таки как и все контактники больше и лучше работают по ранним стадиям развития подсолнечника, и мы понимаем, что стратегия гербицидов это в первую очередь ранняя стадия, а не поздняя. Да, конечно, хорошо, окей, я вижу существенное снижение сои от кламазона, а такое может быть тогда, как мы понимаем, как работает кламазон, да, кламазон, он угнетает синтез и работу каротиноидов. Какая основная роль каротиноидов, ну, основная роль, да, помимо всего прочего, это защита хлорофила от солнечных ожогов. Дело в том, что сам психохлорофил, он не устойчив к солнцу, прямому солнечному воздействию, он разрушается от этого растения, белеет и так далее. При применении сои, на сои, соя справляется с кламазоном, она не белеет, ну, редкий случай, когда совсем там надо лошадиную дозу применить. Вот. Сейчас я скажу тоже, Сергей, вам отвечу на вопрос. Отвечаю, Валерий, дальше. Но соя его утилизирует. И вот на утилизацию кламазона тратится колоссальное количество энергии, воды и так далее. Следовательно, здесь идет вообще самая главная, наверное, философия применения гербицидов это то, что все гербициды токсичны против всех абсолютно растений. Вот это вот самая главная философия. И мы должны это знать и понимать. В разных нормах расхода некоторые растения, они, ну, как это, справляются с передозом путем своей физиологии утилизации препаратов. Но утилизация внутри растения, она происходит в уколе. Сначала надо разрушить молекулу до не как бы активных, а потом утилизировать в уколе клеток. То есть она ее не выбрасывает, не выплевывает. Оно остается в растениях, накапливается в уколе. На это тратится колоссальное количество энергии, потому что в уколе оно продолжает разрушаться до самых-самых простых элементов. На это тратится энергия, сила, и, конечно, это может влиять на урожайность вполне. Сергей, в каких нормах? 1,2 плюс 1,2 и работает. 1,2 бентозона плюс 1,2 фомисофена. 1 бентозона, 1,3 фомисофена тоже работает. Фомисофен, еще раз повторюсь, 250-й. Есть готовые баковые смеси, не баковые смеси, а двухкомпонентные препараты. каждый подходит. Я вообще, вторая философия, наверное, применения гербицидов, это абсолютно все гербициды эффективны, если их правильно применять в нужные фазы, по нужным фазам. Следовательно, когда мы говорим по подсолнечнику, по переросшему фомисофен с бентозоном будет работать гораздо хуже или вообще не будет работать, чем по ранним развитиям, это до четырех пар, до четырех листьев, прошу прощения. То есть, вот две пары листьев настоящих, это вот более-менее, когда контактники работают нормально и при этом без существенного вреда для сои. Есть один момент, фомисофен надо применять с каким-нибудь павом, ну, чаще всего это это ксилат из доцилового спирта, ну, это аналог трен-90. финал. Трен-90.